Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа День города. Смотрите в выпуске. Холодная осень на Братиславской. Как затянувшийся капремонт в роще оставил людей без отопления? 5 тонн шефской помощи. В новую каховку снова ездит документарка, которую собирали практически всей области. На татаме бело-голубые. Всероссийский динамовский турнир по дзюдо может подарить юниорам звание кандидата в мастера спорта. Жители дома номер 17-2 по улице Братиславской мерзнут в своих квартирах. И это несмотря на официальное открытие отопительного сезона. Из-за затянувшегося капитального ремонта тепловых сетей жильцов дома заставляют ждать без конкретных сроков. Подрядчик пока что предпочитает только рассуждать. Леониду Эммануиловичу 91 год. В доме номер 17-2 по улице Братиславской он живет с момента постройки. Сейчас ностальгии вспоминает то время, когда дом только сдали в эксплуатацию. Это самый старый квартал. Один из старейших кварталов. После войны. Секретарь обкома партии отличнейший был. Может вы слышали? Леонид Алексеевич. Он тут приподнял все это дело. Вот построили. А теперь пришло время делать капитальный ремонт. Это 56-й губ, 56-й строительство было. 57-й, наверное, пустили. Работы по программе капитального ремонта ведут середины июля. Основной упор на тепловые сети, которые с момента строительства дома не меняли ни разу. И проект как раз предполагал полную их замену. Завершить работы подрядчик должен был к началу отопительного сезона. Только вот в сроки не уложился. Ситуация с отоплением у нас отвратительная. Потому что мы замерзаем. У меня двое детей заболели. У меня бабушка 93 года, которая тоже живет. Мы спим под кучей одеял. И это холодно. Жем газ для того, чтобы согреться. Одни жители рискуют отравиться угарным газом. Другие тратят деньги на покупку обогревателей, спасаясь от холода в своих квартирах. Две недели назад я выписала с роддома. То есть у меня дома еще грудничок лежит. Вот второй сын. Мы переболели уже все втроем. С этого момента врач приходит к нам два раза в неделю по этому поводу. И она сама в недоумении. Как вообще такое может быть, что до сих пор нет в доме у нас отопления. Управляющая компания отбивается. Я несколько раз звонила туда. Они сказали, что это не наше вообще дело. Вопрос вне нашей компетенции. Фонд капитального ремонта занимается. Ну и пусть занимается. То есть, в принципе, они должны участвовать в приемке работ. Потому что им потом обслуживать этот дом. По словам местных жителей, на редких встречах с подрядчиком информацию они получают крайне расплывчатую. Мы решили узнать у исполнителя проекта капремонта напрямую о том, почему отопление еще не включили. Чтобы допустить сейчас отопление, надо провести дополнительные работы после их там у тех жителей, которые ранее, ранее отказались от выполнения данных работ. Плюс мы допуск до подвала получили только в конце сентября. Потому что там есть собственник магазина, через который проходит коммуникация. Почти три четверти подвала. Мы его долго разыскивали. Потому что там магазин был продан. Мы не знали, как туда попасть. То есть, к концу этой недели отопление у всех будет? Я не знаю. Я планирую. Давайте так. Потому что мы много чего планируем. У них будет сейчас какая-нибудь авария в каком-то доме. Мы работаем. Ну а пока подрядчик только предполагает и ищет оправдания, а жалобы в фонд капитального ремонта остаются без ответа, жители уже пишут письмо в прокуратуру и жилищную инспекцию. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». По поручению губернатора Павла Малкова из Рязанской области направлены пять тонн очередного гуманитарного груза в город Новая Каховка Херсонской области. Новая партия формировалась при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской думы, регионального отделения Народного фронта. Жилеты, толстовки, теплые одежды для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления – осенняя партия гуманитарки. В Новую Каховку в основном сезонная. В ее сборе участвовали практически все – и региональное правительство, и администрация города, и предприниматели. Сегодня также отправляется важный груз от нашего многофункционального центра предоставления государственных муниципальных услуг. В рамках оказания шефской помощи передается оборудование для МФЦ, которое находится в Херсонской области. По поручению губернатора мы эту работу выстроили у себя в регионе системно и, безусловно, будем продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда откликаются к чужим трудностям и чужой беде. По призыву Народного фронта рязанские предприниматели произвели более 5000 комплектов детской одежды, а рязанское протезно-ортопедическое предприятие передало несколько десятков упаковок материалов для обслуживания больных в госпитале. Собирают и грузят вещи вполне обычные ребята из рязанских колледжей. Слово «сопричастность» сегодня ключевое. Это отправка для жителей, которые нуждаются в нашей помощи. Там помимо продуктов питания еще, о чем мы говорили, и теплые вещи, и оборудование, и средства для госпиталя, для лечения больных. Там медикаменты, там будут памперсы для лежачих, ну, для тяжелых больных будет медицинское всякое оборудование. Региональный сбор – все для победы не первый и не последний. Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России, ремонтирует социальные объекты, жилые дома и инженерные коммуникации. В общем, создает все условия для мирной жизни, которая на новых территориях уже не за горами. В Рязанской области открылся образовательный форум «АйТи Рязань». Его задача – рассказать ребятам о программах обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на предприятиях «АйТи-общество». В большом актовом зале три сотни школьников со всего региона. В основном старшеклассники. Многие хотят связать свою жизнь с «АйТи-индустрией». Компункт, на который я собираюсь пойти, называется «Технология машинстроения». Там «АйТи» будет использоваться для того, чтобы в дальнейшем оборудование переводить на автоматизацию. Образовательный форум «АйТи Рязань» такого размаха проходит в Рязане впервые. Площадка – 76-я школа. Здесь расположились десятки компаний, каждая из которых рассказывает о преимуществах работы в «АйТи-сфере». У нас, например, есть сотрудники удаленные, которые работают, помогают нам, они пишут тексты, монтируют ринсы. Они школьники, очень хорошо они работают с технологиями уже на этом уровне, если им это интересно, они уже могут подзаработать и получить опыт в этом направлении, а дальше уже выбор для себя студенческий. Другие площадки активно школьников развлекают. Здесь есть зона с громким названием «Киберспорт», где ребята могут поиграть на приставке. Естественно, площадка пользуется большой популярностью, а вот профильной гораздо меньше. Однако специалисты в этих очередях, наверное, и пройдут дальше всех в «АйТи-сфере». Наша задача основная, конечно же, чтобы дети пошли в «АйТи», но очень важно показать, что без «АйТи-знаний» и «Компетенции» они сегодня в принципе не смогут существовать. Ты в принципе упадешь в жизни, если не умеешь пользоваться справными сервисами, гаджетами. И хоть для Рязани такой форум в новинку, как говорят организаторы, новым для страны он не стал. Такие есть в каждом регионе, однако отличия существуют. Рязанцы пошли по своему пути – показать, что «АйТи-специалисты» нужны везде. На самом деле «АйТи-сфера» – это тоже креативная индустрия. Это история, когда айтишники не только могут поддерживать систему, но, по сути, они создают и строят систему будущего, систему устройства будущего и жизни нашей страны и в целом всего мира. Зачем мы организовали сегодня это предприятие? Чтобы помочь, прежде всего, будущим индустриентам начать выстраивать свою профессиональную траекторию в «АйТи-сфере». Даже если такое мероприятие для школьников проходит впервые, статистику, успешную или нет, можно подводить минимум через год. И тогда уже судить о том, повторять ли такой опыт впредь. В Академии единоборств Рязани стартовали всероссийские соревнования по дзюдо. Посвящены они столетию общества «Динамо». Бойцы – 300 спортсменов из 27 регионов России. Дмитрию Новикову 16 лет. В дзюдо он с пяти. И уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. На этих соревнованиях борется в новой категории. Из пяти схваток все пять победные. С одними ипонами. Через чистые броски и удушающие. Теперь предстоит финальная схватка. Я пришел только в новую категорию. Вначале было тяжело, сейчас потихоньку разошелся. Какая тактика будет? Выходить, бороться. Действовал Дмитрий тактически. Как итог – чистая победа и плюсом путевка на первенство России. Такую возможность получают все финалисты соревнований. На турнир приехали больше 400 спортсменов из 30 регионов России. Это юноши и девушки до 18 лет. Наша рязанская сборная выступила очень достойно. В первый день соревнований у нас два победителя среди мальчиков и одна среди девочек. Также еще есть призер. Сегодня ждем финальной встречи. Я уверен, что у нас будут и медали, и, надеясь, будет чемпион. Всероссийские соревнования продлятся три дня. За первые два в копилке у рязанцев уже минимум четыре золота. Значит, и путевок на первенство России будет больше, чем обычно. Там уже будет. Можно показать себя во всей красе. Еще недавно жители Рязанской области наслаждались несвоевременной сентябрьской жарой и солнцем. И вот уже полмесяца льют беспрестанные дожди и дует ураганный ветер. Совсем скоро синоптики обещают минусовые температуры по ночам. Чего еще ждать от погоды, расскажем далее. Последние два месяца этой осени припасли аномалии и неожиданные температуры. Как говорят синоптики, погода будет непривычной по сравнению с сезоном прошлых лет. Регионы России ожидает более теплый октябрь. Осадков выпадет немало, однако синоптики все еще ждут прихода еще одного бабьего лета. В ноябре все не так радужно. Этот месяц синоптики называют ужасным. Теплая и солнечная погода вряд ли порадует рязанцев. Скорее месяц будет пасмурным и слякотным. Осадков выпадет на 20% выше нормы. Весь ноябрь придется прятаться от промозглого и холодного ветра, говорят специалисты. В отдельные регионы страны придут снегопады. Средняя месячная температура октября в нашем регионе задержится на отметке плюс 10 градусов. Похолодает с 21 октября. С каждым днем температура будет падать на градус. В основном облачно, местами прольются дожди. Самые теплые дни месяца – 1 и 3 октября. Ноябрь принесет значительные изменения в температуре, отличающиеся в зависимости от региона. Можно сказать, что это почти зимний месяц – холодный, промозглый и очень темный. Листья с деревьев уже опали, зеленые поля превратились в коричневые. А небо часто скрыто тяжелыми серыми облаками, которые сопровождаются холодным дождем. Однако ситуация с погодой значительно различается по стране. Если на западе и в центре России ноябрь лишь начинает намекать на приближение зимы своим первым снегом, то на севере это уже настоящая зима. Население радуется морозным дням и живописным снежным пейзажем. В этом году синоптики предвещают необычно теплый ноябрь. Однако долгосрочные прогнозы никогда не отличаются точностью, и это лишь предположение. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова